Господь Я очень рада видеть каждого из вас Мы очень рады видеть тех людей Которые пришли к нам сегодня в первый раз Да благословит вас Господь Вас, ваши семьи, ваших родных и близких И знайте, вы не просто так находитесь здесь Это Бог так захотел, чтобы вы были здесь И Он хочет благословить не только вас Но и всех, кто для вас дороги Уповайте на Него, верьте Ему, молитесь И Господь помилует Я назвала свою проповедь «Двойное благословение» Двойное благословение Братья и сестры, что для нас является благословением? Что мне нужно на сегодня, чтобы моя жизнь была полноценная, полная? Знаете, есть вещи, приходящие в нашей жизни То есть они нужны нам на каком-то этапе нашей жизни Но есть то, что нужно нам постоянно Всегда, в любой ситуации Это необходимо и мужчине, и женщине Это необходимо и молодому, и старику Это необходимо и богатому, и бедному, и здоровому, и больному Это необходимо нам во всё время Без этих вещей жизнь не будет полноценная, полная И мы сегодня поговорим об этих вещах Что это за вещи? Они помогут нам пройти самые трудные Самые сложные периоды жизни нашей И первое, я думаю, вы со мной согласитесь Это мир внутри Мир внутри Мир внутри нужен всем людям Без исключения Он нужен всем во всякое время Потому что если нет мира внутри Нас ничто вокруг не удовлетворяет Мир внутри Мир внутри Я хочу, чтобы мы могли обратить сегодня внимание на два места из Библии Первое написано, это Иоанна 14 глава, 27 стих Иоанна 14, 27 Иисус Христос говорит своим ученикам Он понимает, что его земная миссия, она уже завершена Он скоро уйдёт обратно к Отцу А они останутся на земле И вот что он говорит своим ученикам Мир оставляю вам Мир мой даю вам Не так, как мир даёт, я даю вам Да не смущается сердце ваше И да не устрашается В украинском переводе написано Да не тревожится ваше сердце Пусть не тревожится, не волнуется Не беспокоится ваше сердце И знаете, я здесь, когда читаю это место Я понимаю, что мир Это воля Божия для нас То есть, когда у нас нету мира в сердце Мы должны его искать Мы должны понимать, что у Бога Он есть Иисус говорит, я ухожу Но мир мой остаётся для вас Он будет в ваших сердцах Ищите его И знаете, что понимаю я? Что этот мир внутри сердца Возможен только, когда у нас правильные мысли Только, когда правильные мысли И это не говорит о том, что мы не должны думать о плохом А самое главное, что мы думаем о Боге Что мы думаем о Нём Какой Он Какой у Него характер Что Он имеет для нас Что Он хочет для нас Вот эти вот мысли Они принесут мир в наше сердце Я хочу, чтобы мы сейчас Прочитали ещё одно место Которое открывает нам Какой Бог Чего хочет Бог для нас И когда мы поймём это То мир вселится в наше сердце Матфея, 6 глава С 25 по 34 стих Это Нагорная проповедь Это сердце учения Иисуса Христа Он очень хочет в этих проповедях Послужить людям Всех времён и народов И вот что написано в Нагорной проповеди Читаем с 25 стиха Посему говорю вам Не заботьтесь для души вашей Что вам есть и что пить Не для тела вашего во что одеться Душа не больше ли пищи и тела одежды Взгляните на птиц небесных Они не сеют, не жнут Не собирают в житницы И Отец ваш небесный питает их Вы не гораздо ли лучше их Да и кто из вас заботясь Может прибавить себе росту Хотя бы на один локоть И об одежде что заботитесь Посмотрите на полевые лилии Как они растут Не трудятся, не придут Но говорю вам, что и Соломон Во всей славе своей не одевался Так, как всякая из них Если же траву полевую Которая сегодня есть А завтра будет брошена в печь Бог так одевает То насколько больше вас, маловеры И так не заботитесь И не говорите, что нам есть Или что пить Или во что одеться Потому что всего этого ищут язычники И потому что Отец ваш небесный Знает, что вы имеете нужду во всём этом Ищите же прежде Царства Божьего И правды Его И это всё приложится вам И так Он делает итог И так Не заботьтесь о завтрашнем дне Ибо завтрашний сам будет заботиться о своём Довольно для каждого дня Своей заботы Вот что говорит Бог здесь о себе И я хочу, чтобы у нас Это местописание Больше нам запомнилось Показать иллюстрацию Вот хочу пригласить на эту сцену Маму с ребёночком Дорогая мама, давайте поприветствуем маму с ребёнком на руках Дорогие друзья Я знаю, что у многих из нас есть дети Скажите, здесь есть люди, у которых есть дети? Маленькие Маленькие дети Рук уже стало меньше Маленькие дети Послушайте Когда-то и мы были детьми Вот-вот, да Друзья мои Вот знаете, иллюстрация Того, что мы только что прочитали Ребёнок и его родитель Скажите, этот ребёнок Когда он находится рядом с мамою Разве он задаётся вопросом, что ему есть? Разве он тревожится и переживает, во что ему одеться? Аня, хоть раз твой ребёнок задавал тебе вопрос А как мы переживём эту зиму? Знаете, что для ребёнка самое главное? Что есть мама В маме уже есть всё Самое главное, что есть мама Если есть мама, есть всё Значит, есть и одежда Значит, есть и еда Значит, она всё с мамой переживёт Главное, чтобы мама была И знаете, и вот для неё мама Это средоточие всего Источник всего Друзья мои А не это ли нам говорит сегодня Бог? Он для нас и отец, и мать Он для нас и отец, и мать И он говорит Послушайте, друзья Вы мои дети Я позабочусь, что вам есть Я позабочусь, во что вам одеться Я позабочусь, где вы будете жить Я позабочусь об этом Надейтесь на меня и уповайте Друзья мои, знаете Там есть люди, которые провоцируют Да, они машут ребёночку Он машет в ответ Это нормально, нормально Знаете, когда я была ребёнком Анечка, спасибо тебе большое Спасибо, давайте поприветствуем Давайте поприветствуем Не будем мучить ребёнка Не будем мучить ребёночка Знаете, когда я была ребёнком Я смотрела на мою маму У меня мама такая проворная была Вот мама всегда знала, где что купить Хотя тогда было время таких дефицитов Но моя мама всегда знала, где что купить Она знала, где найти одежду Вот моя мама была такая, знаете Что смотрела на неё И уверенность вселялась в сердце И я тогда думала Ну откуда у мамы всё это? Где она знает, что где взять? Вот у неё знакомые какие-то А я на неё смотрю и думаю У меня ничего вообще нет У меня нету ничего У меня нету ни знакомых Нету никаких возможностей Но у меня есть мама И я тогда смотрела У меня есть мама У меня есть мама А когда у меня есть мама У меня есть всё Скажите, а не сказал ли Бог в своём слове Будьте как дети? Как вы думаете, что он имел в виду? Что мы должны сложить руки Ничего не делать, когда мы уже взрослые? Нет Он имел в виду просто не тревожиться Не беспокоиться Поэтому он говорит Не беспокойся о завтрашнем дне Он вообще не в твоей власти Закончил, как итогом И Иисус Христос сказал Завтрашний день сам позаботиться о своём Довольно для каждого дня своей заботы Будь уверен Ты не знаешь своего завтра Но ты знаешь своего Отца, своего Бога Я буду тем же любящим, добрым и заботливым Я позабочусь Я помогу тебе Я помогу тебе во всех твоих нуждах Поэтому, дорогие друзья Давайте будем именно так воспринимать Слово Божье Это же письмо Бога для нас И когда мы это читаем Когда мы это понимаем То в наше сердце вселяется мир Так вот, дорогие Будьте как дети Аминь Будем как дети И через это придёт мир Второе Второе, что нам необходимо Первое, это мир внутри А второе, друзья мои Это радость совершенная Радость совершенная Не просто радость А радость совершенная Знаете Радость Радость Это не то, что должно быть В сердце христианина Только по праздникам Или только В каких-то исключительных моментах Ведь Царство Божье Праведность, мир И радость в Духе Святом То есть это то, что должно быть В сердце христианина постоянно А если мы это утрачиваем Мы должны опять за это бороться Знаете, почему Радость так важна для нас Радость так важна Потому что она есть Подкрепление для нас Она даёт нам силу Почему в Библии написано Радость пред Господом Есть подкрепление для нас Потому что когда мы имеем радость Она даёт нам силу И подкрепление Скажите, мы нуждаемся в этом? Да, мы нуждаемся в силе И в подкреплении А где же взять эту радость? Что является её источником Этой совершенной радости? Я прочитаю сейчас 1 Иоанна 1 глава С 3 по 4 стих Это написал апостол Иоанн О том, что мы видели И слышали Возвещаем вам Чтобы вы имели общение с нами А наше общение С Отцом и Сыном Его Иисусом Христом И это пишем вам Чтобы радость ваша была совершенна Друзья мои Вы наблюдаете связь? Мы имеем общение с Отцом И Сыном Его Иисусом Христом И потому мы имеем Совершенную радость И не просто имеем Себе совершенную радость А мы можем общаться с вами И делиться этой радостью Даже с вами И эта радость будет И даже к вам переходить А источник Это Иисус Христос Это общение с Ним Это близость с Ним Друзья, я хочу сейчас поделиться Одним случаем Вот пример радости Где он берется Когда его нет Это было очень давно Я еще тогда пела В группе прославления Такое бывало Правда мне никто Микрофона не давал Но в любом случае Это было И вот я помню Нас когда-то Группу прославления Пригласили в одну церковь На левом берегу И мы туда поехали И вот я ехала В машине С семьей Муж и жена ехали И пару человек Мы сидели сзади И вот с Борщаговки На левый берег Всю дорогу Эта семья ругалась Муж с женой ругались Такое раздражение Друг на друга было Они постоянно Что-то друг другу Высказывали Нам так было неуютно Неудобно Мы сидели там На заднем сидении Я думала Как я вообще Выдержу эту обратную Дорогу домой И вот мы приезжаем В таком Знаете В таких расстроенных Чувствах Потому что Ну ты всю дорогу Слушал Как кто-то ругается И мы попадаем На служение Где проповедовал человек А потом он молился За излияние Духа Святого И знаете Мы пережили Что-то необыкновенное Вот в конце служения Мы пережили Что-то необыкновенное Мы молились Мы поклонялись Богу Мы искали Бога Но это было Что-то невероятное Это было реальное Божье присутствие И вот когда закончилось Это служение Нам нужно было Ехать домой Мы садимся в машину С той же самой семьей Еще ехал их сын Я и еще один человек Вот сидит На переднем сидении Муж Его жена А сзади сидим мы втроем И вот я помню Как мы уже подъезжаем К памятнику Родины матери И вдруг ко мне приходит Такая идея Она приходит Я говорю А давайте мы помолимся За крещение Святым Духом Вот водитель Не крещен Святым Духом И возлагаю на него руки И говорю Молимся за крещение Святым Духом Нашего брата Я вам честно хочу сказать Я не ожидала Такой реакции Не ожидала Что будет Вдруг этот человек Который всю дорогу Ругался с женой Когда мы ехали туда Вдруг В машине Что-то начинает Происходить Он начинает Радоваться Он начинает Так смеяться Друзья мои Что я вижу Что он бросил руль И я уже думаю Зачем Вообще подняла Эту тему Мы сейчас можем В аварию Просто попасть И вот он просто Хохочет Жена его успокаивает Говорит Слушай Держи себя в руках Возьмись за руль Он потом Как бы немножко Знаете Перестал смеяться Но мы все В пятером Мы начали Петь Богу Прямо там В машине Мы начали Благодарить его Мы начали Его восхвалять И я вам хочу сказать Вот я помню Эту дорогу Как мы ехали По бульвару Дружбы народов И вот дальше Дальше К окружной Мы ехали К борщаговке И все это время Мы Богу Поклонялись В машине Братья и сестры Я вам честно говорю Мы пережили небеса Лично я пережила небеса Бог был настолько Близко к нам Мы переживали Такой мир Мы переживали Такую радость Такую благодать Мы просто Ну распирала И я думала Боже Неужели может быть Что-то лучше этого Неужели на небесах Будет что-то лучше Чем мы переживаем Сейчас Просто в машине Те же самые люди Те же самые муж И жена Которые туда ругались Когда они Исполнились Святого Духа Назад мы ехали Мы пели Поклонялись Богу Но это еще не Конец истории Когда мы подъехали Они меня высадили Около своего дома А эта жена У нее были не очень хорошие Со мной отношения Не очень хорошие Ну это был такой человек Просто И вот представьте Мы не можем расстаться Она говорит Таня Давай я теперь Буду провожать тебя домой Ну давайте Провожайте меня домой Мы от ее дома Идем к моему дому А там идти-идти Минут 15 Провела она меня домой Говорит Таня А давай теперь ты меня проведешь Говорю давайте Иду я ее провожаю Домой я ее провела Потом она еще раз Провела меня И мы расстались И знаете Это как будто бы Был самый родной человек В моей жизни Между нами Тогда была такая любовь Которая Ну все забылось Все что было не так До этого Все забылось И я вам хочу сказать Дорогие друзья Что произошло Скажите Что произошло с нами Просто исполнились Святого Духа И я вот вижу Как иллюстрацию Это местописание Когда мы имеем Общение с Отцом И Сыном Его Иисусом Христом То радость Совершенная Приходит в наше сердце Почему Бог сказал Не упивайтесь вином От которого бывает распутство Но исполняйтесь Духом А как? Пойте Воспивайте в сердцах Ваших Господу Благодарите Его И мы исполняемся Духом И через это приходит Совершенная радость Друзья мои Это источник Открытый для всех нас Это то что открыто Для всех нас Днем и ночью В любом месте Мы можем иметь Радость совершенную А эта радость Будет подкреплением Для нас Знаете Пастор Нина Савочка Жена нашего Старшего епископа Когда приходит Чей-то день рождения И мы желаем Кому-то Чего-то на день рождения Знаете Чего желает она Всегда Неизменно Я могу заранее сказать Чего пожелает Нина Она говорит Я желаю тебе Близких отношений с Богом Она желает Это Служителям Она желает Это своим детям Кто бы перед ней Не был Она говорит Самое большее Чего я тебе желаю Я желаю тебе Близких и живых Отношений с Иисусом Христом Как бы не оригинально Одно и то же Желать людям Но знаете Я хочу сказать Это самое главное Это самое важное Что может иметь человек Близкие отношения с Богом Близкие отношения с Иисусом Христом Почему? Это есть источник Совершенной радости Поэтому дорогие друзья Даже когда Павел Находился в темнице И он из темницы Помните что говорил Людям которые на свободе Радуйтесь И еще говорю Радуйтесь Почему? Он имел этот источник Совершенной радости Прямо находясь там в темнице Он благодарил Бога Он восхвалял Бога Он возможно пел для Бога И наполнялся радостью Дорогие друзья Да благословит нас Господь Исполняться Духом И иметь радость совершенную Аминь друзья Слава Иисусу Христу И третье Третье Мы говорили с вами Первое Это мир внутри Он необходим Без него никак Если вы не имеете мира Ищите мира Ищите у Бога мира Мы будем сегодня это искать В молитве Нацельтесь Это неправильно Это нехорошо для вас Это нехорошо для вас Не иметь мира в сердце Если вы его утратили Поищем его сегодня вместе Придем к Богу В его присутствии Поищем сегодня мира Для нашего сердца Для нашей души Бог даст нам этот мир Иисус уходя Сказал Я дам вам Я оставляю вам мир Бог даст тебе сегодня мир Невзирая на то Что вокруг происходит Этот мир будет В твоем сердце Бог даст тебе сегодня Совершенную радость Он исполнит тебя Святым Духом Он подкрепит тебя Твою душу И даже твои враги Могут сделать Своими друзьями Такая любовь придет И третье Что необходимо Братья и сестры Необходимо для всех нас Это водительство Божье Это Божье водительство Оно нам необходимо Всем без исключения Водительство Божье Я прочитаю сейчас 1 Иоанна 2 глава 27 стих Впрочем помазание Которое вы получили от Него От Иисуса Вас прибывает И вы не имеете нужды Чтобы кто учил вас Но как само это помазание Учит нас всему И оно истинно И не ложно То чему оно научило Вас в том прибывайте Я хочу подчеркнуть слово Всему Братья и сестры Оно научит нас всему То есть внутри христианина Есть что-то такое Внутри христианина Есть что-то такое Что будет учить его Всему в чем он нуждается Всему в чем он нуждается В любой сфере жизни Если человек запутался Это помазание Подскажет ему Как выйти Это Дух Святой Который живет внутри нас Подскажет нам Правильную дорогу Он подскажет человеку Как не впутываться В какую-то историю Он убережет его От злого пути От злых людей И он по каждому верный путь Выведет из любого тупика Поверьте Из любого тупика У Бога нету тупика Да, может Какое-то есть время испытания Но тупика не существует И Бог готов Самое главное Иметь открытое сердце Просто прислушаться к Богу Иметь открытое сердце И Бог научит нас всему А Божья воля Это самый лучший путь для нас Самый лучший Поверьте Лучшего не будет Я вам хочу сейчас Привести одно свидетельство Я его услышала Две недели назад Оно очень сильно Меня зацепило Мы общались с одним человеком Это бизнесмен Очень успешный бизнесмен Который долгое время Занимался успешным бизнесом Но когда началась война Этот бизнес остановился И этот человек Он несколько недель Был в очень серьезной депрессии А потом Знаете, что произошло? А потом Когда он читал Библию И искал Бога Искренне искал Бога Бог открыл ему Одно из мест Библии Которая вывела его На дорогу И он увидел свет Впереди Темного туннеля Я хочу вам сейчас Прочесть это место Братья и сестры Я верю, что сегодня Это послужит нам Псалом 83 6-7 стих Музыкант, можете пройти, пожалуйста Что-то особенное Мы сейчас прочитаем Братья и сестры Очень важное для нас Мы сейчас прочитаем Вы уйдете С этого служения Если вы будете Иметь открытое сердце Бог наполнит вас Не просто миром И радостью Своим ведением Он даст вам Своё откровение Понимание Псалом 83 6-7 стих Блажен человек Которого сила в тебе И у которого В сердце сези Направлено к тебе Проходя долину и плача Они открывают в ней источники И дождь покрывает Её благословением Я ещё раз хочу прочесть Проходя долину и плача Они открывают в ней источники И дождь покрывает Её благословением И знаете, какое откровение Получил этот человек Этот бизнесмен Он сказал Я обратил внимание Что эти источники Божьи Открываются в долине А не на горе Вы меня слышите? В долине А не на горе Послушайте, гора Всегда в Библии Это символ преуспевания Это символ Процветания Это когда ты уже достиг вершины А долина Это всегда трудное время Сложное время Опасное время Здесь написано Долина плача Так вот Бог Открывает источники В долине А не на горе И этот человек Бизнесмен Он говорит Я начал искать Бога Начал спрашивать Боже, если ты открываешь Эти источники в долине Открой мне Я не знаю Как дальше идти Я не знаю Чем дальше заниматься Чем занимался раньше Не могу сейчас этим заниматься Невозможно И он искренне искал Бога И знаете, что сделал Бог? И Бог открыл ему Новое направление бизнеса Совсем новое Этот человек раньше этим не занимался В мирное время не занимался И он говорит Я начал это делать И я понимаю Что это та цель Которую открыл мне Бог И это является сегодня Источником для меня Дорогие братья и сестры Когда в долине Человек искал Бога Бог открыл ему этот источник И теперь этот человек Идет вперед И имеет плод И когда он рассказывал это Знаете, меня зацепило это Я начала думать Над этим местом из Библии Я получила для себя Откровение Почему моя пропасть Сегодня называется Двойное благословение Обратите внимание Братья и сестры На этот стих Седьмой Проходя долину и плача Они открывают в ней источники И дождь покрывает ее благословением Послушайте Источники Они всегда идут изнутри Вы согласны со мной? Источники изнутри А дождь, скажите Откуда идет? Сверху Источники внутри А дождь Божий Идет снаружи Сверху И я для себя получила откровение Дорогие друзья Да Это время трудное Сложное Бог дарует нам Двойное благословение Первое Это источники Которые будут внутри нас Которые мы найдем В долине плача А второе Это будет дождь благословения Это то, что Бог И залет снаружи Внутри это Бог дарует нам мир Он дарует радость Дарует водительство Дарует спокойствие Дарует силу Это то, что будет внутри нас Но Бог даст нам больше Он даст нам еще и дождь Своих благословений Он благословит наше здоровье Он благословит наши семьи Наши дома Бог благословит наш бизнес Бог благословит наши работы Бог благословит нас Этим двойным благословением Знаете, друзья Еще в одном переводе Вот эта долина плача Переводится как «сухая долина». Скажите, вы когда-нибудь видели, смотришь «Дискавери» или какую-то другую передачу, показывается такая сухая, потрескавшаяся земля? Ну вот как будто бы всё вымерло. А потом в сезон прошёл дождь, и что произошло? Всё ожило. Всё там бегает, бегает, расцветает. Она превращается в такой оазис, трава, деревья. Туда приходят стада, приходит жизнь. Вот когда приходит этот дождь благословений, приходит жизнь. Какая бы ни была сухая земля, какая бы ни была потрескавшаяся земля, дорогие друзья, туда придёт жизнь. Даже самая сухая долина, она оживёт. Самое главное, чтобы в сердце сези были направлены куда? К Богу. К Богу. Если человек будет искать Бога в самой сухой долине, он найдёт источники, то, чего раньше не было, то, что в мирное время оно было закрыто, а Бог откроет в это трудное время, в это время долины плача. И Бог и зальёт на нас благословение дождём. Слава Иисусу Христу! Братья и сёстры, мы сейчас будем свершать молитву. Эта молитва будет важна для каждого из нас. Но перед этим я хочу ещё рассказать вам. В прошлом году, летом, я была в отпуске на даче. Я две недели была там одна. Совсем одна. Я специально туда уехала, чтобы уединиться. Мне так захотелось. Я эти две недели целыми днями читала Божье Слово. И знаете, что я читала? Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Евангелие от Иоанна. Я читала Евангелие, чтобы обновить образ Иисуса, чтобы ещё раз, ещё раз посмотреть на Иисуса Христа, чтобы насытить свою душу им, чтобы ещё раз, ещё раз обновить своё понимание, кто такой Иисус Христос. И вот я читала. Мне никто не торопил никуда. Мне ничем другим не нужно было заниматься. Я никуда не спешила. Я просто сидела, читала, молилась. Я гуляла, размышляла, рассуждала. Это было классное время. Послушайте, это было очень классное время. Когда ты просто на природе останавливаешься, ты во всём видишь Божью красоту. Когда смотришь на небо, когда ты смотришь вокруг на то, что окружает, на ту речку, на птичек. Ты смотришь и во всём видишь Бога. Это просто невозможно передать. Это можно только пережить. И знаете, что я поняла, братья и сёстры? Иисус – это самое главное, что есть для христианина. Мы должны на Него смотреть. Нет ничего важнее для христианина, чем Иисус Христос. Мы должны понимать, какой Он, почему. Потому что Бог открылся нам в Иисусе Христе. Вот Иисус пришёл и открыл людям, какой есть Бог. Когда мы познаём Иисуса Христа, поверьте, это всё, что нужно для нашей души. Это хлеб для нашей души. Никогда никто не даст нам ни такого неутешения, ни наполнения, ни радости, как если мы будем взирать на Господа Иисуса Христа, думать о Нём, пребывать с Ним, молиться, вот просто быть с Ним, просто быть с Ним. Говорить ни о чём. Не только о каких-то важных вещах, а ни о чём, как с другом. Как с самым лучшим другом. И вот когда заканчивалось уже это время, и мне нужно было уже ехать, и начинался рабочий год, я помню ту лавочку около речки, где я села и сказала, «Боже, закончился мой отпуск. Это было крутое время. Это было... Я не знала, как бы лучше я могла провести. Скажи мне слово на будущий год, на будущий рабочий год. Скажи мне слово Твое, и я стану на нём, как на твёрдом камне». И знаете, какое слово мне сказал Бог? Он сказал мне всего лишь одно единственное слово. Хладнокровие. Хладнокровие. Я записала это. Я не знала, что будет война. Я не знала, что будет война. Никто из нас не ждал. И не знал. Но я вам хочу сказать, братья и сёстры, я свидетель, что за пять месяцев войны это хладнокровие пребывает во мне. И я знаю, что это не просто я, моя черта характера. Это та благодать, которую дал мне Бог. Это та благодать, которую Он мне дал. Вы понимаете? Это Он мне дал. Когда я искала Его, когда моё сердце было открыто, и все зимой им сердца были направлены к Нему, Он сказал мне одно слово, хладнокровие. Я думала, что такое хладнокровие? Это неравнодушие. Это спокойствие Духа. И я свидетель. В самые трудные моменты, которые были, очень трудные, очень страшные, оно было со мной, потому что это было как подарок от Бога. Это было как благодать от Бога. Дорогие друзья, Бог сегодня с нами. Он может сказать тебе одно единственное слово. Ты станешь на Нём, как на твёрдом камне, и ты выстоишь любые трудности, любые испытания. Давайте мы сейчас поднимемся. Всё, что нам нужно, это Господь. Всё, что нам нужно, это приблизиться сейчас к Нему, поискать Его. И поверьте, дорогие друзья, Он дарует нам это двойное благословение. Он дарует нам источники, откроет источники. Возможно, ты сегодня в тупике, и думаешь, всё, всё, дальше я не вижу пути, не вижу пути. У Бога есть путь для тебя. Бог откроет тебе этот путь. А для кого-то это будет дождь. Дождь благословения, который зальётся на твою семью, на твоё здоровье, на твой бизнес, на твой дом. Бог и зальёт, и благословит. Давайте мы сейчас в этой молитве просто поищем Бога, а потом помолимся за это двойное благословение, которое Он для нас приготовил, как для своих детей. Помолимся. Дорогой Господь и Бог, мы сегодня ищем только Тебя. Мы знаем, что мы Твоя церковь, мы Твой народ. Ты возлюбил каждого из нас, поэтому мы здесь, не мы Тебя избрали, а Ты нас избрал. Если бы Ты нас не избрал, мы бы Тебя не нашли, Господь. Но Ты открылся для нас, и поэтому мы сегодня находимся здесь и слушаем Божье Слово. Мы Тебе благодарны, Иисус Христос, за то, что Ты пришёл на эту землю в образе человека, открылся для нас, открыл нам истинный путь, открыл нам Бога. Мы Тебя за это благодарим всем сердцем, Господь Иисус. Мы чтим Твою жертву. Мы чтим каждую каплю Твоей крови, которая за нас проливалась. Это драгоценность для нас, это сокровище. Мы знаем, что мы Ей искуплены. И мы сегодня, Господь, знаем, Ты как с детьми, с нами здесь. Ты держишь нас на руках. Того, который бессилен, Ты держишь на руках. Ты вытираешь наши слёзы. Ты сейчас поднимаешь человека, который сам уже идти не может, Господь. Настолько обессилен, что дальше идти не может. Но Ты сейчас поднимаешь его на руки, прижимаешь к себе. И Ты говоришь, не заботься о завтрашнем дне. Не заботься о завтрашнем дне. Отдай своё завтра мне. Я буду Твоим Богом завтра и до последнего дня Твоей жизни. Я буду Твоим Богом. Не беспокойся, что тебе есть. Во что тебе одеться. Не беспокойся. Ты переживёшь эту зиму. Ты переживёшь. Ты всё это переживёшь со мною. Потому что я Тебя не оставлю, я Тебя не покину. Я буду с Тобой во все дни жизни до скончания века. И сегодня Господь и Бог добрый, дай нам наполниться. Дай нам найти в Тебе и источники. И залей дождь благословения на нас. Мы Тебя сегодня ищем всем сердцем. Дорогой друг, там, где Ты есть. Ведь церковь – это место, где мы пришли Бога искать. Где Он с нами встречается. Побудь один на один с Богом. Открой сердце Ему. Послушай Его. Задай Ему вопрос, как я задавала. Боже, что Ты хочешь сказать лично мне? И послушай Его. Прислушайся. Прислушайся к Нему. Помазание, которое есть внутри, оно научит тебя всему. Что им надо искать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И скажи, Господи, с этого дня я Твое дитя, а Ты мой отец. Контролируй все в моей жизни. И знаете, друзья, Бог говорит о том, что Он есть каменная ограда вокруг нас, каменная защита. И каждый, кто попробует посягнуть на нас, Он опалит свои руки. Сквозь этот огонь никто не сможет посягнуть на нас, а Бог есть эта каменная ограда защиты вокруг. Он нашу жизнь взял как в кольцо. И никто не посмеет. Мы как зеница Его ока. Никому не посмеет прикоснуться к нам. Да, может быть время испытания, но оно пройдет. Но оно тебе не навредит. Ты потом будешь за это меня благодарить. Так говорит Господь. Через это Ты познаешь меня, приблизишься ко мне. Научишься слышать меня. Я научу Тебе смирению. Я научу Тебе мудрости. И потом Ты скажешь мне спасибо. Так говорит Господь для нас. Господь и Бог, дорогой, благослови сегодня нас этими внутренними источниками. Пусть сейчас мир придет в сердце. Мир. Всякая паника уйдет. Мы не хотим дружить с паникой. Не хотим дружить с паникой. Это не наше. Наше это мир. Наше это радость совершенная. И мы сегодня ее принимаем, Господь. Мы сейчас исполняемся Духом Твоим святым. Принимаем эту радость совершенную от общения с Тобою. Мы принимаем силу. Мы принимаем Твое утешение. Господь, Ты сейчас открываешь нам пути Твои. И Ты благословляешь нас своим дождем. Дождь и зальется, Господь, на наши семьи. И мы принимаем этот дождь. Вернутся дети, которые отступили. Они вернутся, Господь. И мы будем смотреть на них. И не будут глаза верить, что когда-то они отступали, Господь. Насколько они будут любить Тебя. И мы Тебя за это благодарим, Боже мой. Ты веди наших детей к Тебе. Ты веди, Господь, наших детей к себе. Господь и Бог драгоценный. Ты благословишь, Господь. Родятся новые прекрасные семьи. Да, в это время, а любовь течет. Будут рождаться эти новые семьи. Благочестивые, Господь, семьи. Христианские семьи. Ты благословишь, Господь Иисус Христос. Между мужьями и женами придет такой мир. Такая дружба. Такое взаимопонимание. Это будет как благодать от Тебя. Благодать от Бога. Всякий дух разрушения, Он уйдет. Всякий дух разрушения, Он отступит. И придет мир и благодать. И мы благодарим и принимаем, Господь. Сейчас принимаем Твою любовь. Принимаем Твою доброту. Принимаем, Господь, Твою милость. Принимаем, Господь. Принимаем, как благодать. Твое слово. Живое слово. Во имя Иисуса Христа. И знаете, Бог сейчас говорит какому-то человеку или людям, оглянись вокруг, это рядом. Это рядом. Ты думаешь, что это далеко. Что это так далеко и невозможно. А Бог тебе говорит, оглянись, это рядом с Тобой. Если вы лидер, и вы не знаете, где взять себе лидеров-помощников, Бог говорит вам, оглянись, это совсем рядом с Тобою. Они рядом. Они рядом. Иди с Богом, и Бог откроет для тебя эти источники, о которых ты не помышлял раньше, во время успешное. Иди. Бог будет с тобой в этой долине плача. И долине тени смертной. Везде Бог будет с тобой. Он никогда не отпустит руки. И давайте мы сегодня такого Бога прославим, возвеличим. И будем всегда Ему благодарны. Слава Ему за все. Спасибо. 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 Спасибо.